Приветствую вас! Ну, шанс возобновить общение, он всегда, конечно, есть. Вот. Другое дело, что нужно делать для того, чтобы возобновить общение. Начнем, пожалуй, с того, что мужчина, с которым вы переспали, он вас использовал. И вы сами об этом говорите, что он вас использовал. В этом контексте, контексте того, что он нас использовал, не совсем понятно, для чего вы хотите возобновить с ним общение, если он нас использовал. Если человек использует другого в своих целях, если мужчина использует женщину, например, для удовлетворения своих сексуальных, допустим, потребностей, то, если это так, то этот мужчина женщину явно не уважает. Если мужчина не уважает женщину, то, соответственно, ей он вряд ли что-то хорошего может дать. Потому что, ну, он ее не уважает. Если он ее не уважает, то как он может ей что-то хорошее вообще принести. Да? Вот. Это первый момент. И момент в том, осознаете ли вы это? Понимаете ли вы этот факт? Понимаете ли вы факт того, что человек в армии просто воспользовался? И все. И для чего, почему вы хотите с ним быть, не очень понятно, если честно. Но, тем не менее, это ваше право. Тем не менее, это ваше право. Если вы хотите с ним быть, то это ваше право. В принципе, я не думаю, что вас вправе кто-то из нас направлять, например. Я не думаю, что из нас кто-то вправе вас как-то вот учить. Но вы сами об этом подумайте, пожалуйста. Вообще, насколько успешны могут быть такие отношения. Да? Вот. Это первый момент. Второй момент. Значит, если вы переспали с мужчиной, то это значит, что вы показали ему свою доступность. Вы показали ему свою доступность. И естественно, что интерес к вам у него пропал. Это, ну, знаете, такая естественная реакция человека. Соответственно, нужно, чтобы вы вновь дали ему понять, что вы, например, ну, вы, например, не его. Что вы ему не принадлежите. Что вы свободны, например. Что у вас по-прежнему есть свои желания, свои, там, стремления. В общем, то вы независимы. Что он понял, что вы увидел, что вы не будете, например, на дальнем бегать. Что вы самобредный человек. Что вы не будете, не будете от него как-то зависеть. Да? И упрашивайте его, чтобы он вернулся. И вот тогда мужчина, в принципе, может на вас обратить внимание вновь. Именно тогда. Только вот в этом случае. В случае, если вы дадите ему понять, то вы не собираетесь за ним бегать. Я полагаю, что это единственный способ. Ну и, естественно, на будущее лучше не стоит вступать с мужчинами в интимную связь быстро. Да? То есть, нужно, чтобы они все-таки за вами поухаживали, чтобы у них был некий такой стимул быть с вами, чтобы не получилось вот так вот, как у вас получилось. Да? Потому что это, это, ну, на мой взгляд, это совершенно ужасно. То, что вы вот сказали, то, что вы описали, это совершенно ужасно. Это ужасно и неприемлемо. С другой стороны. Если вы, значит, понравились своему лучшему другу, то возникает, как бы, вопрос. Тогда, если он лучший друг, вам не нравится, то зачем вы с ним? То есть, даже не так, не зачем вы с ним, а почему вы в тайне от него переспасите его в общем-то? В тайне-то почему? Если вы, если он вам не нравится, то вы же понимаете, что между вами ничего быть не может. Но, тем не менее, вы все равно в тайне от него спите с его лучшим другом. То есть, получается, что вам не все равно, что этот друг о вас подумает. Если это так, то, опять же, возникает вопрос, а если не все равно, то как это коррелируется с тем, что вы переспали с другим? Вы чего, чего сами хотите для себя? Что вам лично нужно? Чего вы делаете и почему? Вот, подумайте, пожалуйста, над этими вопросами, подумайте, пожалуйста, на эти темы, и я надеюсь, что вам какие-то вещи станут более понятными. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!